Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Парень сделал предложение руки и сердца девушки, она его приняла. У этой девушки через месяц после такого события случился траур. И целый год она не хочет выходить замуж. Он сказал ей, что не может ждать только столько времени, у него скорее всего кто-то появится. Но если ко времени свадьбы никого не будет, он на ней женится. Затем юноша сказал ей, что если они будут жить вместе, то другая дама не станет её в его новой пасси. Но эта девушка отказалась и заявила, что решила заключить свой брак только потому, что дата её обращения с этим парнем стоит раньше, чем с другим молодым человеком. У неё тоже кто-то обязательно появится. Она его любит, не считала, что он плохо поступает и обращается с ней. Оправдывает его, говорит, что он замечательный человек, но так ли это на самом деле? Ну, понимаете, здесь история про то, что вы хотите догадать. То есть, так ли это на самом деле, не так ли это на самом деле, никто этого наверняка не скажет. Много факторов, очень много нюансов, вот. И, в принципе, чужие отношения, да, отношения вот каких-то других людей, на мой взгляд, не стоит разбирать и как-то, ну, анализировать, что ли. Вот. Просто потому, что это личное дело у тех людей, о которых идёт речь. Я думаю, что много, может быть, вариантов этой ситуации, но, как вам справедливо заметила одна из моих коллег, психологи, психологи не могут обсуждать третьих лиц. Вот. То, что может сделать психолог, это помочь вам разобраться в себе, да, думать. А для этого нужно увидеть, на мой взгляд, собственно, какая ваша проблема. То есть, ну, в чём ваша, лично ваша, лично ваша проблема. И уже, исходя из этого, да, смотреть и исследовать. Я могу как-то предположить, что вы являетесь, ну, родителем этой девушки. Вот. Вы родители этого, этого человека. И вас беспокоит тоже то, как, как всё происходит. Я думаю, что в этой, в этой случае, в этой, ну, в этой позиции, да, вот. Ага, значит, ну, давление, давление, любое давление на человека, может вызвать протест, может вызвать ответную совсем реакцию, вот. Ну, какую-то вот неприятную, да, неприемную и прочее. И, поэтому я бы подозрёг каких-то советов, вот. И думаю, что вот, самое лучшее, что вы можете в этой ситуации сделать, вот. Самое лучшее, самое лучшее, что вы можете сделать для себя в этой ситуации, это быть рядом. Быть рядом с человеком, ну, 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 и поддерживать. Поддерживать этого человека во всём, да, во всём потребуется, если, если потребуется ему это поддержка. И всё, это, мне кажется, единственное, что вы можете сделать. В остальном же, на мой взгляд, человек должен сам получать и набирать опыт, каким бы он ни был наш опыт, да, и вот оказывать какую-то помощь ему в этом, ну, в формировании опыта такого, не является тем хорошим как для вас, Судя по тому, что вы описываете, имеют место быть довольно-таки, ну, серьёзные и специфические, я бы сказал, правила и традиции в отношениях. Не свойственные для, как мне кажется, ну, большинство специалистов, присутствующих здесь всего того, что, как бы, вот, большинство из специалистов, да, относится к европейской части, вот. То, что описывает вы, это больше похоже на восточные ценности, вот. И, соответственно, для получения, получения вот такой специфической информации, да, вот, на мой взгляд, для, вот, ну, для получения такого рода специфической информации. А вам нужно обратиться к, ну, специалисту, который, на самом деле, в этом разбирается, который может в полной мере ответить на ваши вопросы, если это касается, вот, правомерности поведения человека. Вот. Такая вот история. Ну, и не открою вам секрет, если скажу, что со стороны отношения никогда не выглядят так, как они есть изнутри. Поэтому, если для сторон отношений все нормально, то почему для других людей должно быть иначе? вот, вы пытаетесь какую-то свою собственную проблему решить здесь. Нужно разобрать какую и более, так сказать, целенаправленно решать именно ее, чтобы это было решение именно вашей проблемой, а не проблемой какого-то другого человека. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Буду благодарен. За обратную связь по моему ответу это позволит вам начать на собой работу. Всего самого доброго.